всем привет друзья с вами я просто миша сегодня у меня просто накипел ладно накипел на самом деле у меня вчера потому что произошло страшное событие как вы знаете ну если кто-то из вас смотрит шорсы мои меня пытались обмануть меня пытались засунуть финансовую пирамиду на самом деле это жесть чего все началось все началось с того что позавчера мне написал чувак из садика с которым мы не общались просто 11 лет сказал типа случайно на меня лохнулся нашел в друзьях друзей решил меня пригласить на работу спрашивают ты ищешь там работу или подработку я там открываю офис ищу там начальника на свой офис екатеринбурге я думаю ну может наверное богатый чувак все-таки 11 лет о нем не было слышно мало ли что у него там произошло интересно вдруг он стал успешным и реально ищет себе помощников может быть он как-то может быть ознакомился с моим творчеством понял что типа может быть моя можно доверие можно меня пригласить окей допустим он пригласил меня на типа собеседуем но на самом деле не собеседование а просто встретиться поболтать написал у меня какой-то типа адрес время офис я посмотрел по этому адресу и там было указано какая-то кислородная империя какая нафиг кислородная империя говорю тут указан вот такой-то адрес он только а это просто коворкинг смысле коворкинг это типа компания указана причем тут коворкинг он ткнула я спрашиваю можешь там рассказать о том там чем ты занимаешься он такой интернет магазин продаем товар тра-та-та не хочу об этом особо много в интернете говорить мало ли что это было конечно подозрительно я такой ну ладно я несколько дней там у нас каникулы в институте несколько дней не выходил на улицу довольно много на самом деле не помню сколько думаю ну ладно сделаю все дела погуляю окей проснулся следующим днем все сделал там помылся почитал записал видос поехал поехал еду приезжаю нашел офис стучусь захожу там просто пустая комната практически сидит несколько состоит несколько столиков и вокруг них много ребят я говорю я ищу такого-то чувака него показывают вот этот вот чувак из непосредственно садика меня встречает говорит на четверо ну понятно я пришел чуть заранее скажем так начинает говорить что вот я занимался этими танцами танцы мне надоели решил работать на себя на себя решил работать везде а стоять стоит какая-то хрень какие-то баночки написано там супер-пупер мега желе там дрожи какие-то странные квадратики виде конвертиков раскиданы везде какие-то коробочки непонятные странные яркие ну это довольно странно потому что офис каворкинг который я пришел ну это он выглядел действительно странно потому что типа там в основном были ну типа подростки были подростки нафига в каворкинг идти подросткам и типа что они там делают везде лежат какие-то странные товары окей это странно он рассказывает что вот да типа стал работать на себя да конечно рассказывать что вот тут есть такая-то компания что они продают какой-то продукт у них есть чё там у них есть типа проценты там все дела и он особо в подробности не вдается говорит вот сейчас придут спикеры и все тебе расскажут и после этого если у тебя будут вопросы я тебе на все отвечу окей приходит спикеры начинают втирать какую-то хрень показывает а вот у нас есть такая штука тут у нас короче работа по найму ниже у нас малый бизнес в а тут у нас где вот тут у нас короче большой бизнес и вот здесь у нас инвестиции в большом бизнесе у нас находятся значится всякие магнит вот эти вот огромные крупные сети им плевать если у них закроется одна . это крупная сеть инвестиции это конечно прибыльно но рисково и у нас есть малый бизнес который быстро проиграет и на и вот эти вот нищие уроды которые всю жизнь работают не могут подняться их эксплуатируют и короче это нищие это 80 процентов которые зарабатывают 20 процентов мировых денег а вот тут короче 20 процентов людей которые зарабатывают 80 процентов мировых денег и тут находимся мы компания smart product мы короче продаем такие штуки у нас есть супер-пупер мега желе которая делает вас супер героями у нас есть супер-пупер мега пластыри который позволяет тебе сбросить значится 20 килограмм за четыре месяца типа организм сам начинает ограничивать вас в еде паразитов запускать в еде у нас есть супер-пупер мега пластыри который короче позволяет супер-пупер мега фокусировку который позволяет супер-пупер мега спокойным вообще есть еще и супер-пупер мега женский пластырь который позволяет вам быть супер-пупер мега красивой там еще что-то от прыщей избавляться и все вот это жесть окей это странно подозрительно это уже было похоже ну кто смотрел рында че это чувак который разбирает всяких разводил инфо цыган был там один чувак который который продает значится для молодости эликсир и вот тут была похожая хрень что главное у этих ну типа драже ладно драже было содержание я уж не стал сейчас разоблачение делать там на драже было написано типа содержание витаминов не знаю насколько оно большое но типа окей ну просто витаминки окей но я не думаю что они настолько суперски а у этих пластырей содержание не было написано то есть подозрительно как она работает непонятно говоря супер-пупер мега под кожное вообще взаимодействие рядом с сосудами клеишь все окей и вы короче это продается сотрудничаете с нами и смотрите вы либо выкладываете в шорцы и мы у вас короче супер-пупер мега пиарим мы подключаем наши просто тысячи партнеров которые начинают вас пиарить и вы становитесь благодаря этому популярны и короче у нас есть реферальная программа вы получаете проценты и вы еще это продаете все это супер круто приходит какой-то чувак начинает рассказывать свою историю нахождения здесь он говорил был супер-пупер мега бедным трактористом с кредитами и в общем я пришел сюда моя жизнь изменилась теперь я супер-пупер бизнесмен который короче крутит этим миром меня просто куча филиалов и вообще я супер-пупер такой мега жесткий и смотрите вот если я буду условно аллегория если я буду уезжать в италию навсегда и вы типа мой братан кореш я сказал вам продаю квартиру за 500 тысяч рублей вы согласитесь и рядом со мной сидит человек шесть-семь чуваков которых другие ребята привели ну собственно почему там много столиков было говорят да 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 до меня доходит я так это наш развод не готов смысле развод мы же с тобой кореша мы с тобой дружим конечно я все навсегда уезжаем я говорю вот так можно же квартиру снимать ну типа как бы сдавать сдавать квартиру за деньги получать дополнительную прибыль с это вот так я навсегда уезжаем вот мы с тобой знакомы ну ты согласишься я такой ну да наверно согласишься найти деньги мгновенно я такой ну да где-нибудь найду и потом другие чуваки да 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 окей хорошо и они такие ну ладно мы вам предлагаем короче такую штуку смотрите вы начинаете с нами сотрудничать мы даем вам личный кабинет на нашем сайте и для того чтобы с нами работать вам нужно короче значит у нас есть три сэпа сэпа ну типа партнерские программы одна стоит 65 тысяч за эти 65 тысяч вы ее платите одноразово вы вы с нами короче ездите в другие страны встречайтесь супер-пупер мега миллионерами как думаете у миллионеров есть свободное время чтобы встречаться нету поэтому они стоят дорого и поэтому это 65 тысяч есть еще за 25 тысяч короче штука мы там супер-пупер мега сами сотрудничаем это стоит 25 тысяч на ужас со всякими чуваками не встречать и 15 тысяч самая дешевая супер-мега бомжарская программа все думаете я подхожу к этому чуваку с которым не который меня пригласил такой чё-то это сомнительно начинаю рассказывать ему были на это финансовая пирамида ты понимаешь что если ты заинтересован в сотрудничестве если ты хочешь получать от меня проценты если ты хочешь получать от меня проценты то я не должен тебе за это платить если ты хочешь в проценты ты просто приглашаешь людей которые добровольно на тебя работают и помогаешь ты получаешь них проценты потому что ты им помог они не должны тебе платить за то чтобы ты потом получал с них проценты это финансовая пирамида вот ничего что это финансовая пирамида конечно но при том до этого когда мы так только встретились я одну году что этот похоже на финансовую передолгорек это не финансовая пирамида сейчас он сказал это финансовая тира не на хорошо Но что в нашем мире не финансовая пирамида? Посмотри, правительство, это финансовая пирамида. Это что? Начинают заваливать его вопросами. Потому что это какая-то жесть. Там столько всего подозрительного было. Во время этого выступления приходили какие-то ребята, которые увешаны этими долбанными пластырями. Начинают говорить звучный текст. Типа, тра-та-та, была такой. Потом начала клеить эти пластыри. Стала вообще супер-пупер-мега-классной. Превратилась в супергероя. Всё, спасибо. И сама начинала хлопать, чтобы начали хлопать другие. Это выглядело очень странно. Окей. И типа, понятное дело, я начинаю заваливать этого чувака вопросами. Потому что он огородит какую-то жесть. Типа, лол. Почему? То есть, он заинтересован в том, чтобы я с ним работал. Он мне наврал в личку. Типа, хочешь работать? Там ищешь подработку. Всего лишь там 2 часа в день можно уделять. Ты хочешь? Хочешь работать? Я наврал. Наврал. Типа, я... Он... Он ищет... Ну, я... Он ищет людей для своего офиса. Для своей команды. Руководителя. И что, типа, будут разные, значит, претенденты. С которыми можно пообщаться. И... Ну, понятно. Это обманка. То есть, понятное дело, он обманывал, не договаривал. Понятное дело, специально говорил о том, что... Хочет, значит, что хочет сказать потом при встрече для того, чтобы мы не подумали, что это какая-то разводиловка непосредственно перед самой встречей, чтобы мы не проверяли сайт в этот магазин. Поэтому он не договаривал. Это было логично. Это еще одна подозрительная вещь, о которой я тоже рассказывал. Я говорю, я пришел на подработку, а ты втираешь мне какую-то, значит, покупку долбаного... долбаной франшизы какой-то, чтобы я продавал. Чтобы я платил за это, чтобы я продавал. И в итоге ты сам же потом получал с меня деньги, и потом твои руководители получали деньги с тебя. Типа, окей, ладно. Он такой, ну так ты за эти деньги получаешь товар. На эту стоимость. Я такой, так зачем мне получать товар на эту стоимость за те деньги, которые я заплатил? У меня сейчас нет денег для этого. Зачем мне покупать этот товар на 15 косарей, если я могу просто так купить одну единицу? Почему вы не даете мне бесплатный тест-драйв, на который я мог бы сам, ну, этим всем заняться? Нахрен мне платить деньги, не опробовав то, что вы предлагаете? Нахрен мне все это платить? Я не хочу. Мне плевать, что какой-то чувак там, ну, аллегория, аллегорично плевать, что сейчас едет в Италию. Это одноразовое предложение. Я сейчас не хочу. Я не буду искать деньги. Ко мне пристает какая-то взрослая тетка, подсаживается рядом, начинает говорить, ну так мы даем тебе по скидке, подешевле за все эти деньги, мы даем тебе больше этого товара. И мы начинаем тебе помогать, мы устраиваем тебе менторство, ты становишься успешным. Начинает в пассивно-агрессивном состоянии каком-то наезжать на меня, говорит, что значится, вот, смотри, кладет, короче, блокнот, начинает, говорит, вот это, рисует 1%, кружочек 1%, это те, кто придумал эту идею. Они, типа, крутые, супер-пупер-мега-гласные, есть 9%, их близкий круг, потом, есть вот это, 80%, главное, она забыла про 10%, супер-пупер-мега-щитовод, очевидный бизнесмен, который может в арифметику. Вот это, 80%, вот, это тупые, короче, дебилы, которые сразу не взяли БК за рога и сейчас просто являются этими зеваками. Зеваками являются, ну, или чем-то так, у меня свой словарный запас, скажем так, вот, и начинают рисовать мне супер-пупер какие-то мега-логичные, очевидные схемы по финансовой грамотности, при том, вот это выступление, которое от двух спикеров было до этого, это тоже очевидная какая-то ерунда. Минимум сказали про сотрудничество, минимум сказали про способы заработка и как можно больше сказали всякой ерунды, которая не дает, ну, которая путает, не дает тебе понять, как, что делать. Просто специально путает, и при том выглядит это максимально обдолбанно, максимально просто глупо и дешево. Ужас. Вот, она начинает на меня наезжать рисовать всякие схемки в пассивно-агрессивной форме, говорить, пытаться убедить меня, что это бизнес, это бизнес. Ты зарабатываешь на этом, на этом бизнесе, ты получаешь огромные деньги, понимаешь, ты сейчас берешь эту возможность, ты платишь нам один раз, и потом мы помогаем тебе, ты покупаешь личного ментора, который помогает тебе со всем этим. Я говорю, я пришел не за бизнесом, я пришел не за франшизой, я пришел для того, чтобы подработать. Мне дают работу, я работаю, все, я хочу помочь. Она говорит, ты понимаешь, сколько у нас в офисах, там в Москве работает людей, у них столько работы, и они не справляются, поэтому их выгоняют, и типа, короче, потому что они ничего не умеют, а мы тут сидим, стараемся, мы тут сами все делаем. Я говорю, так я учусь, я просто хочу, типа, подрабатывать месяц с учебой, она такая, что тебе даст эта учеба, эта учеба тебе ничего не дает. Я говорю, ну так социальные навыки, там, все остальное, это не считается, она такая, ну так социальные навыки, связи еще завести надо, хрен знает получишь ты еще их или нет, надо брать быка за рога, надо самому, это ты тут можешь завестись этими связями. Вот сколько себе лет, я говорю, 18, она говорит, вот, короче, у меня был знакомый чувак, вот ему 16, он живет в Москва-Сити, вот этот реально берет быка за рога, а у тебя просто низкая самооценка, потому что ты отказываешься всем этим заниматься. Я понимаю, что на меня наезжают, что они уже какую-то хрен начинают нести и пытаться, у них кончаются аргументы для того, чтобы меня убедить, и они начинают наезжать в какой-то, какой-то агрессивной форме. У тебя низкая самооценка. Я такой, окей, но я не собираюсь сейчас тратить на это деньги, я не хочу, я пришел работать, мне плевать, кто там живет, я пришел поработать, я не буду ничего покупать. Она такая, короче, блокнот, ну тогда оставь рекомендации, тогда напиши телефон от своих друзей, мы не позвоним, и ты будешь получать с них проценты. Я говорю, я не буду, я не буду. Она такая, ну, понятно. У тебя, она начинает говорить этому парню, смотри, у него типа такая низкая самооценка, что он даже не хочет оставить рекомендации здесь, на листочке. Я смотрю на нее, смотрю на него, говорю, это вот эта тетя, это ты у нее типа покупал вот эту свою долбанную систему? За несколько тысяч рублей. Он такой, нет. И мне эта тетя говорит, я вообще-то руководительница офиса, ну типа владелица офиса вот этого, где ты сейчас сидишь. Я такой, а, понятно. Она такая, понятно. Мы посидели, наверное, секунд 10 молчали. Я такой, ну, что, я могу идти? Она такая, да, можете идти. Ну, я ушел. Все, спасибо. Просто это было очень смешно. Потом заглянул на их сайт. На их сайте вообще ничего про вот это уродское партнерство вообще не сказано. Но, блин, я выложил шорт про то, где я слишком кратко рассказал про эту ситуацию, про то, что со мной случилось. Мне написал друг другой, который смотрит мои видосы. Спасибо. И сказал, меня, типа, недавно друг приглашал в офис, который находится, ну вот, в таком-то месте. Я говорю, ё-моё, этот офис, он же точно, куда меня приглашали, точно тот же самый офис. Ё-моё. Я говорю, не иди, они гонят. Это хрень какая-то. Он такой, ну, я сразу гон почувствовал. Ну, молодец, молодец, конечно. Но, блин, пипец. Это такое уродство. Типа, это каким надо быть человеком, чтобы пытаться обмануть других, чтобы забирать личное время людей для того, чтобы пригласить их в какую-то финансовую пирамиду. И, наверное, тебя самого ещё обманули, и ты эти деньги даже не почувствовал. Эти свои 43 долбаные тысячи, которые ты за несколько недель заработал, да? Вот. Типа, и ты ещё других обманываешь в надежде, что ты за это получишь деньги. Даже если ты получаешь деньги, это всё равно обманута долбанная финансовая пирамида. Если ты так хочешь партнёрскую программу, если ты так хочешь проценты в нормальных бизнесах, ты просто работаешь, ты не платишь за это. Мне нахер не нужен никакой ментор. Я, типа, я просто пришёл работать. На меня ещё наезжали, типа, вот, если бы ты разбирался в бизнесе, в предпринимательстве, то ты бы понимал, что тут как устроено. Я говорю, у меня папа индивидуальный предприниматель. Вы рофлите, что ли? Какие? Вы думаете, что я не разбираюсь? Там этот парень уже вот такой сидел. Полудохлый вообще от моих вопросов. Не на того напали. Блин, ну реально. Ребята, не ведитесь на чёртовые финансовые пирамиды. Если вам предлагают платить за то, чтобы работать с ними, это жесть. Потому что, если вы ищите работу, это вам должны платить. Да, даже если они получают проценты с этого. Что, блин, в любом бизнесе, те, кто стоят выше, они получают прибыль, ну, благодаря работе людей снизу. Ну, по сути, по сути. Да, они сами работают, но... Понятно, ну, как эта система работает. Но чтобы мы ещё, ребята, платили им за то, чтобы работать на них, нет уж спасибо. Проще работать фрилансером. Ё-моё. Ладно, ребят, спасибо. Пожалуйста, не ведитесь на эту ювенбурсию. Это пипец. Это такой разводняк, конечно. Я не рекомендую с такими работать. Если вам будут писать такие же просто моральные уроды какие-то, не соглашайтесь. Я поехал туда ради эксперимента. Ну, мало ли что произойдёт. Интересно. Всё-таки долго на улицу не выходил. Ну, ладно, ребят. Всё, всем спасибо. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, вам было интересно. Всё. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...